Когда, скажем, 1% вашей жизни проходит осознанно, а 99% — случайно, вы будете чертовски бояться жизни. Как же иначе? Так чего вы боитесь? Того, что произойдет? Или того, что вы думаете, что произойдет? Не так ли? Если вы ничего об этом не знаете, то вы существо, живущее по воле случая. Тогда страх — это хорошо, иначе вы можете причинить себе огромный вред. Намаскарам, Садгуру. Многие говорят, что мысли создают карму, и иногда наши самые большие страхи продолжают повторяться в нашем уме ежедневно. Как нам остановить этот поток мыслей, и как остановить материализацию этих страхов, а также как сократить нежелательную карму? Видите ли, вся эта история с кармой была неправильно понята и представлена как роковой процесс? Карма означает следующее — карма — это действие. Буквально это слово переводится как «действие». В то время как вы здесь сидите, происходит физическая, умственная, эмоциональная и энергетическая деятельность. Эти четыре измерения кармы происходят внутри вас каждое мгновение вашей жизни, как в бодрствовании, так и во сне. Теперь я задам вам вопрос. С сегодняшнего утра, с тех пор, как вы проснулись, до настоящего момента, каким количеством кармы из этих четырех измерений вы управляли осознанно? Как вы думаете? Какой процент? Значительно ниже одного процента, поверьте мне, намного ниже одного процента. Когда, скажем, один процент вашей жизни проходит осознанно, а 99% — случайно, вы будете чертовски бояться жизни, как же иначе? Если вы ведете машину, и на 99% это происходит случайно, вам же будет страшно. Так что страх — это следствие вашей неспособности управлять природой своего интеллекта. Ваш жизненный опыт формируется следующим образом. Есть три измерения, есть нечто, называемое памятью, которое все время подпитывает вас. Память — это не только то, что вы помните. Вы не помните, как выглядела ваша прабабушка 10 поколений назад. Помните? Нет. Но ее нос на вашем лице. Да или нет? У вас есть генетическая память, эволюционная память, кармическая память, проявленный и непроявленный уровень памяти. Все это память, с головы до ног. Каждая клетка тела — это память, не так ли? Мы можем взять одну клетку и создать вас целиком. Это то, что сделали ваши родители. Всего одна клетка, и видите, вы становитесь вот такими. Так что в этом заключен огромный объем памяти. Эта память управляет определенными вещами. Но есть нынешний опыт. Память относится к прошлому, а настоящая — к вашему опыту, вашей способности его переживать. Если вы хотите испытать что-то, вы должны быть осознанными. Вы должны осознавать. Только тогда вы сможете получить опыт. Будущее — это воображение. Вы существуете между этими тремя измерениями — памятью, опытом и воображением. Вы не можете изменить память, потому что она уже есть. Настоящее. Вам не нужно менять, потому что она тоже существует здесь и сейчас. Вы можете изменить только воображение. Так чего вы боитесь? Того, что произойдет, или того, что вы думаете, что произойдет? Не так ли? Страх всегда связан с чем-то, чего в данный момент не существует. Всегда связан с тем, что произойдет. Так что вы страдаете от того, что не существует. Если вы страдаете от того, чего не существует... Для описания этого существует психиатрический термин, да? Ваше единственное утешение в том, что все находятся в таком же состоянии. Так обычно бывает в сумасшедшем доме. Все в одинаковом состоянии. Но сейчас люди находятся в таком состоянии, что могут страдать из-за того, что случилось 10 лет назад, или они уже страдают из-за того, что может случиться послезавтра. Они страдают из-за того, чего не существует. Просто потому, что в вашей системе образования вы изучаете все, кроме того, как управлять вот этим. Если вы не знаете, как справиться вот с этим, неважно, сколько бессмысленной информации вы собрали, в вашей жизни от нее будет мало пользы. Вы должны знать, как поддерживать вот это, как управлять этим телом, как управлять этим умом, как управлять этой эмоциональной и энергетической структурой. Если вы ничего об этом не знаете, то вы существо, живущее по воле случая. Тогда страх — это хорошо. Иначе вы можете причинить себе огромный вред. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова